Не каждый рискнет отправиться в путешествие через всю страну зимой, да еще и с прицепом, который до этого не знал таких расстояний. Путешественник из отечественных материалов собрал свой дом на колесах и осенью стартовал в экспедицию по России из края в край. Выехал я 22 ноября, уже пошел четвертый месяц, как я в дороге. Могу смело называться дальнобойщиком. Проехал уже 9300, 9600. Уже за это время проехал 9600. Ну, собственно, уже Рязань – это последний город. Именно в Рязанской области Руслана встретили самые плохие дороги. От Тамбова до Рязани я добирался очень долго, потому что дорога просто разбитая. Латка на латке. Вся дорога залатанная. Были участки дороги, где даже уже и асфальта нет. В Тамбове чуть-чуть получше. В Рязанской области. Я думал, я еще еду по Тамбовской области. Нет, я уже был в Рязанской области, дорога уже была очень плохая. Задумав дом на колесах, он в первую очередь хотел создать себе комфортные условия во время путешествия. Изучив опыт американцев и австралийцев, решил самостоятельно построить фургон. О его устройстве рассказывает на своем канале на YouTube. В доме на колесах есть все необходимое для жизни в дороге. Газовая плита, холодильник, водопровод, биотуалет, интернет и даже стиральная машина. Что немаловажно, когда на улице минус 15 есть отопление. Здесь вот скрыт воздушный отопитель, планар дизельный. Запускается с приложения, выставляется нужная температура. То есть можно в автомобиле запустить приложение, выставить температуру 22 градуса, к примеру, запустить. Придет смс, что помещение прогрето до 22 градусов, емкость аккумулятора 12 вольт и сток. И приходишь, здесь уже все тепло. Вместе с путешественником в страну исследует его напарник, пес Ричи. Он сопровождает Руслана во всех приключениях и не подпускает к хозяину незнакомых людей. Принципиально хотелось поехать одному. Ну, во-первых, испытать в какой-то степени себя тоже. Насколько хватит сил, терпения проехать весь участок в одиночку, справляться со всеми трудностями в одиночку. Руслан ночует только в доме на колесах, даже если знакомые зовут на ночлег. При этом не всегда это парковки возле торговых центров, но и полная глушь. В полях, на берегу рек, высокогорье, куда не каждый внедорожник еще и доедет. И не без приключений. В Рязани, например, у него замерзла солярка. Я приехал в пять с чем-то и долго я воевал и пытался отогревать солярку. Потом уже плюнул, взял вот у меня фен. Я его частенько демонстрирую, показываю. Он может нагреваться до 600 градусов. То есть воткнул фен, выставил температуру и начал отапливать феном. Цели путешествия Руслана довольно глобальные. Это и популяризация России как место отдыха россиян, и привлечение внимания к субкультуре «Сделай сам». А во время поездок блогер посещает предприятия и производство отечественной продукции и выпускает об этом репортажи. Алена Куколева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».